Сегодня мы проводим очередное заседание, поставим действующее координационное совещание по обеспечению правопорядка в республике. У нас ряд очень важных вопросов. В поездке дня, в поездках у вас на руках. Из всех вопросов, безусловно, еще раз повторюсь, они все важны. Мне бы хотелось, чтобы в выступлениях докладчиков и в наших обсуждениях прозвучала тема, которая сегодня, наверное, наиболее актуальна и значима в целом для Российской Федерации, но и, наверное, особенно для нашего региона. Я имею в виду вопросы профилактики экстремизма, терроризма, разжигания межнациональной и непонфессиональной розни в стране. Мы находимся здесь, на юге России. К сожалению, рядом с нами есть ряд нестабильных точек, так называемых бывших горячих точек. Но, тем не менее, где сегодня спорадически случаются акты насилия, в том числе террористические акты, я имею в виду события недавние, и в Ингушетии, и в Чечне. Несколько лет тому назад эти события вышли за пределы Северного Кавказа. К сожалению, вы помните события, где геройски проявил себя наш земляк, я имею в виду взрыв на Волгоградском подзале. Так вот, маршруты террористов пролегали через Республику Калмыкия. Поэтому я бы хотел, чтобы вопросы, которые сегодня мы будем обсуждать, а именно профилактики экстремизма и терроризма, и те ведущие органы исполнительной власти республиканского уровня, федерального уровня, которые задействованы в решении этих проблем, очень внимательно протестись к сегодняшнему обсуждению, и в преддверии Нового Года, в преддверии бдительных каникул, как у взрослого населения, так и у наших детей, проявили максимум бдительности и внимательности. Лучше на сегодняшнем этапе профилактическими средствами и мерами предотвратить, лучше, чем потом, к сожалению, ликвидировать результаты того, что в преддверии Бог может случиться. Я хотел бы отметить, что в целом ситуация в Республике Калмыкия по данному вопросу остается стабильной. Надеюсь, что это будет и впредь. Но, еще раз повторюсь, мы для этого, собственно, сегодня и собрались, чтобы вот этот вопрос повестки дня обсудить уже более предметно. В преддверии, еще раз повторюсь, серьезных массовых общественных мероприятий, которые мы обсудим. Уважаемые коллеги, рекламентарии предлагаю следующее. До 7 минут основных докладчикам, до 5 минут тем, кто будет сопровождать основной доклад. Предлагаю к обсуждению приступить по результатам выступлений по всему вопросу. Обсуждение и в премиях до 3 минут. Если нет возражений, предлагаю начать работу. Итак, прошу, пожалуйста, по первому вопросу, Сизухи Николаевич. У нас сегодня, на сегодняшний день, стабильная ситуация, связанная с обеспечением безопасности и части экстремистских проявлений, террористических, тем более, в том числе, мировое, мирное согласие в межконфессиональных и межнациональных отношениях, это неусловно, наверное, как раз вот и есть результат той работы, которая у нас сегодня проводится в республике, в том числе и полномочными органами по профилактике этой работы. Но, конечно, до самоуспокоения еще далеко. Эта работа должна продолжаться, особенно с учетом развивающейся интернет-активности и в электронном пространстве. Мы должны не констатировать факт, а вести работу на опережение. Это очень важный момент, особенно в различных соцсетях. Я думаю, что в соответствующих министерствах и ведомствах республики должны быть люди, уполномоченные на то, чтобы не просто на официальных сайтах информацию ввести, соответствующую табакандистскую работу, но и активно участвовать в социальных сетях, официально представляясь и работая под теми структурами, которые они входят. Я имею в виду вышеупомянутые центры, общественные советы, которые есть в органах исполнительной власти и так далее. Хотел бы в связи с этим упомянуть, что вот та слаженная работа и координация с правоохранительным блоком и органами исполнительной власти, вы помните известные события, связанные с буддийской святынью в республике весной этого года, и в кратчайшие сроки, буквально по горячим стадам, нам удалось эту ситуацию купировать. Хотел бы отметить особую роль судебных органов республики, которые дали соответствующий право бояться к этому событию. И все это вылилось, вернее, не вылилось в какое-то открытое предвосторие. Вот это пример, наверное, который должен быть для нас ориентирован в дальнейшей своей работе. Не дай бог, конечно, что подобное повторится. Если нет желающих по этому вопросу дополнительно высказаться, приступим к третьему вопросу. Спасибо. Спасибо.